общий привет с вами я Вадим Борейко и канал гиберболей суббота 26 февраля 12 часов мы находимся на площади Чукана Валихана в Алматы здесь начинается митинг за чистый воздух о том как повестка этой акции вписывается в общий контекст событий которые происходят сейчас и в Украине и вообще в мире мы и посмотрим Афкат вы согласовывали митинг с Акиматом да я подал уведомление в Акимат через все было электронно привязки не было понятно на митинге будут антивоенные лозунги лозунгов как таковых не будет мы упомянем что такая ситуация есть потому что без запоминания этого думаю невозможно мы не глухи к этому но мы будем придерживаться экологического повестки а у а почему вы на митинге я пришел сегодня поддержать алматинцев вопросы экологии они очень актуальны не только для города Алматы вообще в целом для Казахстана много-много еще городов где таких как Усть-Каменогорск Тимиртау Караганды и так далее но в контексте общей ситуации мировой когда мир стоит фактически на грани третьей мировой войны не кажется повестка сегодняшнего митинга несколько загадочный находящийся в информационном пузыре я думаю сегодня про Украину здесь тоже будет говориться потому что эта тема сейчас она вы сами понимаете она у всех на устах и вот этот акт агрессии который совершила Россия путинская она конечно абсолютно недопустимо в двадцать первом веке и Путина надо останавливать в самом начале как было помните в двадцатом веке большая историческая ошибка когда мировые державы не остановили вовремя Гитлера начали с выигрывать и вот и в итоге это привело к очень большим серьезным последствиям а где место Казахстана в этой ситуации я думаю что Казахстан в первую очередь никаким образом не должен поддерживать действия России он не должен признавать ДНР ЛНР как этого сейчас будет требовать Россия от Казахстана но сегодня уже появилась новость о том что Казахстан отказался признавать и отказался поддерживать войсками Российской Федерации я думаю что эта позиция абсолютно правильная мы ни в коем случае вот этот акт агрессии не должны поддерживать мы должны поддержать Украину я хочу чтобы через 15 лет мы все с удивлением вспоминали что мы нужно было выходить на виде чтобы у нас был чистый воздух я надеюсь что проблема скоро решится так как она решаема и да хотел еще в первую очередь поблагодарить всех кто пришел несмотря на разорачивающуюся войну которую пусть открыл против Украины хотел всех поблагодарить что вы все еще считаете что проблема воздуха и нашего здоровья и нашей жизни тоже важны что надо выходить на улицу говорить об этом господин Дусаев перед вами сейчас стоит очень важный выход либо вы последовательно решаете проблему воздуха в Алматы закладываете фундамент эффективного решения проблемы загрязнения воздуха и остаетесь в памяти народа хорошим менеджером может быть вас даже назовут крепким хозяйственным либо вы не слышите нас и наши нужды и уходите и уходите с поста с позором как у Шрица Кентаев и другие важные фамилии за эти два года несколько десятков тысяч человек заболели легочными заболеваниями чья вина в этом я знаю чья это вина это вина Акима Загентаева который не принял никаких действий это вина руководителя управления зеленой экономики Натальи Ленинской которая вместо того чтобы заниматься вот этими мерами которые во всем мире сработали она тратит деньги непонятно как по непонятным контрактам 4 миллиарда деньги на благоустройство парка одного парка 4 миллиарда вы можете представить 2 и 6 миллиарда на установку вот этих по данным бывшего Акима Загентаева 75 процентов общественного транспорта это 1715 автобусов на дизеле как такое возможно что на протяжении многих лет зная экологическую ситуацию Акима продолжал закупать дизельные автобусы мы сейчас тратимся на лечение болезни вместо искренения причины грязного воздуха спасибо я хочу чтобы вы просто воодушевелись потому что перед нами путь и мы должны пройти этот путь вместе и выходить каждый раз я сталин и даже дрова вместе не войне не место войне я хочу с вами Мы, слава Украине, и слава всем всем народам, которые работают в Санкт-Петербурге. А как так получилось, что все эти годы, что все это время мы как дышали грязным воздухом, так и дышим? А проблема очень простая. Это наш Акимар, это Самрук Энерго, это Министерство Экологии, которая живет в эпологии прошлого века. Уже пора идти, парень уже теперь, пора уже требовать слить, они являются нашими сотрудниками, мы платим их зарплаты, мы являемся налоговодельщиками. Мы с этого дня хотим уже всех объединять, мы хотим, мы создали ассоциацию АКАВА, Алматы, Клин, Эй, Родио, Тарасу Сейшин. Мы будем предлагать не только поднимать, но вот так же их решение. Дорогие друзья, посмотрите на Академию наук, посмотрите на то солнце, которое робко пробивается через смог, и вы уже привыкли к этому. Если сейчас мы поднимемся на Медленно-Чембулат, мы увидим яркое солнце, яркую картинку. А здесь что? Чем мы дышим? Давайте вместе, вместе объединимся и будем выступать именно за это, за сохранение яблоневых садов, против человекников, которые сейчас убивают город за мораторию. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть такая понятная, какая спонтанная, и я хотела выразить, во-первых, что нет войны, и я за Украину. «Нет войне!». «Нет войне!». «Нет войне!». «Природа наша богатая, но, к сожалению, нами управляют кубицей. Аллахазахстан! Во-первых, ребята, девчата, все вы, вы большие молодцы. То, что решили сегодня прийти, несмотря на страх, несмотря на всё это, вы пришли здесь, показали своё лицо и сейчас покажете свой голос. Арбан, объясните, пожалуйста, что у вас в руках за машинка и какие показатели она демонстрирует? Да, у меня в руках машинка, это портативный датчик качества воздуха, он измеряет различные показатели воздуха, PM2,5 механические частицы, чуть более большие частицы PM10, формальдегид, летучие элементы, СО2. Я его принес из дома, я часто меряю, у меня стоит очиститель воздуха, я хочу знать, насколько он чистый. Иногда я открываю окно и вижу, к сожалению, неблагоприятную картину. Сейчас мы находимся на митинге за чистый воздух и при ООНовских показателях пороговых, PM2,5-25, и причём это говорит не среднесуточное, а просто разовое, мы видим, что сейчас PM2,5 достигает 144, это пятикратное превышение. В этих шесть раз. Ещё в 2009 году, от 1-го Алматы была принята программа по очищению воздуха Алматы. Это была десятилетняя программа, расписанная по годам, и там были все мероприятия, про которые вы сейчас все говорите, всё было то же самое. Это проблема ТЭЦ, это проблема отопления углём, это проблема застройки, это проблема зелёных насаждений. Все те же самые проблемы, которые сегодня озвучиваются, они были ещё много-много лет назад. И программы эти были, и решение этих проблем было. Но почему до сих пор программы принимаются, а воздух становится с каждым годом всё хуже и хуже и хуже? Я считаю, что мы не хуже того же дома в Италии. Но я думаю, автозаки – это не пули, не бомбы. Нужно высказываться, нужно выходить. После окончания митинга часть активистов отправилась к памятнику великому украинскому поэту Тарасу Шевченко, чтобы выразить поддержку украинцам и сказать «нет войне». Но и здесь появился полицейский начальник и попросил разойтись. Значит, полиция Алматы, начальник городского департамента полиции Таймер Динов, новый министр внутренних дел Ахмеджанов, а вместе с ними Аким Алматы Досаев, раз они запрещают антивоенные акции и лозунги за войну. А какой другой вывод можно сделать? Сегодня во многих странах мира проходят митинги и демонстрации протеста против войны в Украине. И мои опасения, что вот этот митинг выпадет из контекста общемировой повестки благодаря своей такой аполитичности, он, в общем-то, не совсем оправдался. И слава Богу, потому что люди проводили связь между чистым воздухом и чистым небом, без врохота снарядов, без рева самолетов. И вообще, должен сказать, что казахстанцы не молчат. 24 февраля был пикет у консульства России в Алма-Ате и задержали пикетирующих. Всего, кстати, в трех странах мира задерживали участников антивоенных акций. Это Россия, Белоруссия и Казахстан. 25 февраля вышли студенты в Астане. И сегодня было опубликовано обращение видных общественных деятелей, которые призвали собирать гуманитарную помощь и медицинскую для украинцев. Так что простые люди спасают честь страны. Сегодня я не прошу донатов, и мы публикуем реквизиты, где можно отправить гуманитарную помощь для украинцев. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем новом выпуске, который выходит ежедневно. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Я, Вадим Борейко, против агрессии Путина в Украине. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Всем добрый вечер. Лидер фракции тут, голова офису президента тут, премьер-министр Шмигаль тут, подаляк тут, президент тут, всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам. Слава нашим захисницям. Слава Україні!